Здравствуйте! В настоящий момент мы находимся в физкультурно-спортурном комплексе, где проходят полуфинальные игры Кубка России по волейболу. Здесь играют сразу четыре команды. Это факел Новый Уренгой, команда Тюмень, действующий чемпион России Казанск Динамо Казань, ну и естественно уландынский волейбольный клуб Харамарин. В комментаторской кабинке для вас работает Алексей Турубов, Андрей Левантуев и начальник волейбольного клуба Харамарин Олег Жилкин. Алексей, я возьму немножечко поправлю, начальник команды по немножечко неправильному, все-таки я являюсь спортивным директором Кубка Харамарин и отвечаю за всю спортивную составляющую. Менеджер он и в Африке, менеджер. Что касается турнира, это действительно великое событие для нашей республики. Вы посмотрите, более двух тысяч, то есть сегодня Настас Михайлов, наверное, меньше придет на роды, чем пришло сегодня. Причем цена, она несопоставима, всего 200 рублей вход на такие матчи. Но вы знаете, увидеть Гамову и посмотреть этот матч, наверное, этого того стоит. Вы знаете, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо директору волейбольного клуба «Динамо Казань» Сергея Чернышова. Ибо после того, как мы узнали, что команды «Факел» и команды «Тюмень» будут приезжать резервными составами, я делал в них личные переговоры, использовал все свои личные связи и попросил. Несмотря на то, что им предстоит после «Улан-Удэ» очень сложный матч с «Динамо Москвой» и с командой «Урбина» в Лиге чемпионов, тем не менее они, вы знаете, поступили как настоящие мужики. Они прислали сюда настоящую команду, привели звезды. Вы знаете, видимо, «Улан-Удэ» отплачивает им это же. Посмотрите, как они сейчас, зрители, тепло встречают команду. И я не знаю, за кого больше будет сегодня болеть. Естественно, за нашу команду. Но тем не менее, тем не менее, я думаю, что зрителям уготован красивый волейбол, который покажут команду. Я уверен, что и наши девчонки, которые, кстати, прекрасно съездили на выезд в Воронеже, в Липецк, и то, что одержаны там было две победы из четырех матчей. Поверьте, я на этих матчах был. Это очень дорогого стоят эти матчи, которые выиграли. Команда находится в хорошей сейчас форме наша. И вот стартовый состав, кстати, команд. У команды Казани на площадке Бардакова-Бонн, старцевая связка, в доигровке Махно и Ларсен, и в диагонали, естественно, Екатерина Гамова. И, извините, буду называть по-старому Кабишеву Катю, потому что помню ее еще буквально маленькой-маленькой девочкой, когда она играла в Убаново, соперничая с командами, в которых я работал. Что касается команды Тюмени, у нас, к сожалению, сегодня еще не успела прилететь из Америки Кио Бердин. Поэтому у нас... Говорились, Харамарин. Харамарин, да, извините, пожалуйста. И Кио Бердин не успела, к сожалению, прилететь. Вот. И поэтому сегодня Визовик, капитан команды стартовой шестерки. Визовик и Бессонна, это пара наших доигровщиков. Диагональная Ерыгина. Центральные у нас сегодня Зинова и Коршакевич. Либерит Стенькина. И... И... Ну и связка Вера Серебрянику. Итак, 0-0 на подаче нашей команды, Харамарин. Вера Серебряникова, воспитанница Челябинской школы, подает в Кабышеву подача. Старцева на Махно. Стенькина здорово в защите. Серебряникова на Бессонну. Бессонна не рискует, переводит мяч на противоположную площадку. Передачей Гамовой со второй линии. Ну, то, что, наверное, ждали все болельщики ее пушечной атаки со второй линии, которым рукоплескал весь мир. Олег Михайлович, а вот немножечко о самой форме турнира в Кубах России. Как выходит? Кто выходит? Кубах России, турнир, который проводится уже традиционно несколько лет по одной схеме. На предварительном этапе играют обязательно команды высшей лиги и суперлиги. Обязательно допускается любая команда высшей лиги Б. Они проводят предварительный этап. Предварительный этап, кстати, наша команда играла здесь и заняла первое место. И по рейтингу определяется 16 команд, которые попадают в полуфинальный этап. Сейчас они разбиты на... Кстати, попало... Два мальчика. Попало 16 команд по рейтингу системы «Змейка» делится на 4 группы. И победители под группу выходят в финал 4-х. В предыдущие годы победитель Кубка получал право на участие в Лиге Чемпионов. Ну, наконец-то, Бессонный, здорово, здорово размочили счет 1-2. Победитель раньше получал право играть в Лиге Чемпионов с этого года. ЕКВ запретило такую практику. Поэтому турнир несколько оказался смазанным из-за того, что команда выигрывшая не получает сразу путевку в Лигу. А вот с чем это связано? Почему? Ой, красавцы! 2-2! Ой, красавцы! 2-2! Молодец! Оля Визовик передавила. Красавица! Вы знаете, ЕКВ... Ну, очень часто, вы знаете, в Международной Федерации принимают какие-то решения, которые очень тяжело понятны нам, простому обывателю. Знаете, прежде всего, вот как-то... Гамова расстреляла, расстреляла нас, да. Здесь, вы знаете, винить-то некая. Она прошла поверх блока, наверное, сантиметров на 30. Ну, понятно. Ну, это Гамова. Это Гамова, да. Пишут 2-2, но на самом деле... А вот смотрите, вот сейчас задача Харамарина попасть... Задача Харамарина, задача Харамарина на этом турнире – показать достойный уровень волейбола, порадовать зрителей, ну и, естественно, как можно выше занять место в турнирной таблице. Вы знаете, табель о рангах никто не отменял. И если мы станем здесь, в своем городе на турнире вторыми, то, ребята, это всего лишь навсего. А наша команда попадает в восьмерку сильнейших в стране. Вы подумайте, наверное, все-таки почетно любому региону оказаться в восьми сильнейших, а еще там посмотреть, какой коэффициент будет у команды. То есть, возможно, это пятыми, шестыми. Это очень достаточно, если... Но на бою еще в чемпионате это не так? Нет, на уровень чемпионата, естественно, это никак не влияет. Посмотрите, закрыли мы атаку Ларсен. Закрыли. Гамова сбрасывает. Оооо! Не попало Бом в темп. 4-4. Мы сравняли счет. Посмотрите, сейчас здорово, кстати, сыграл Ерыгин и Крышакевич. Сначала они закрыли атаку Ларсен, а после не дали себя обмануть Гамовой. Все-таки они до конца довисели. И вы знаете, вот Ерыгина сейчас достала Гамову по высоте. Молодец, Настя, очень здорово. Хотя в Росе-то уступает намного. Ну, Настя у нас 189. Катя выше ее, если по официальному, 13 сантиметров. Вот мы с вами смотрим, визуально, естественно, больше, чем 13 сантиметров. Просто, ну, не буду давать подробностей, выдавать всех секретов. Просто принято, что у Кати Гамовой рост 2-0-2. И, так скажем, это ее. Ну и пусть. И пусть у нее будет 2-0-2. Этого и так много. Но она самая рослая здесь, да? Нет, на этом турнире она самая высокорослая. Класс. Ой, Сликина, как здорово сыграла. Не успели чуть-чуть мы. Ну что, вы знаете, начало матча показывает наша команда очень хорошо. Отмобилизован на эту игру. Самое главное, что не допускаем своих ошибок. И вы видите, зал болеет, зал переживает, зал наэлектролизован. Вы знаете, приятно, приятно видеть, что в зале нет свободных мест. Карсакевич! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, аут. Обыграла Боун, но не попала в площадку. 4-7. Можно сказать, как раз вот то, что стала команда, появился здесь новый зал. Стала команда так активно играть, выигрывать. И, кстати, культура сразу у болельщиков появилась. Они научились болеть. Вот что это необходимо? Ох, как Ерыгина! Аля Гамлова сбросочку-то получите, извините, выполнила практически так же, как выполняет Екатерина Великая, наша молодая волейболистка, 91-го года рождения. Реальная борьба? Ну, 5-7. Пока в начале, да, мы держим, держим. Что будет дальше, посмотрим. Ай-яй-яй! Ау! 5-8, первый технический перерыв. Знаете, я отношусь к категории людей, которые реально смотрят на... Постоянно идти, постоянно благодаря. И вместо объектива, я не буду шокировать наших телезрителей цифры бюджета команды «Динамо Казать». Понимаете, если я сейчас назову даже приблизительно, сколько это будет, мне кажется, некоторые не будут спать несколько дней и ночей. Но все-таки интересно. Это очень дорогое удовольствие содержать такую команду. Но, тем не менее, вот видите, в Татарстане содержатся мужскую команду. Ну, знаете, я назову, что мужская команда 500 миллионов. Я дальше про женскую город не буду. Все, пусть, я стану догадываться. Очень дорогие деньги. То есть женская больше меньше? Меньше. Меньше. Но вы знаете, что у мужиков всегда выше были контракты. Это, к сожалению, видимо, вы знаете, до материката еще не до всех. Да, вы понимаете, здесь еще такой маленький нюанс, маленький момент, что все-таки, вы понимаете, вот они создали команду. Я честно вам скажу, что я был причастен к созданию команды «Казаночка», которая была до команды «Динамо Казань». Ко мне приезжала Марина Сидельцева, тогда тренировала эту команду в Тулу. Я работал в то время директором команды «Тулитс». Она у меня собирала шесть молодых игроков. И, собственно говоря, с этого момента началась «Казаночка», которая в первый год вышла из первой лиги в высшую «Б», потом из высшей «Б» вышла в высшую «А», и потом бывала в суперлигу и дошла до четвертого места. Но у тебя игра уже? Игра возобновилась. Сейчас Галину Крышакевич закрыли. Но, знаете, здесь сейчас, мне кажется, больше вина нашей связки, ибо она все-таки, вы знаете, очень открыта была. Это читалось как открытая книга, передача. Подача Гамбовой, кстати, да, сейчас? Да, подача Гамбовой. Ну, ничего страшного. И Юля, как здорово! Ой, Юля, как здорово! Вот сейчас, вы знаете, Вера сыграла нестандартно, связка. Очень много зависит от игры пасующей. Если она ведет игру... Кстати, Вера Серебренникова и Евгения Старцева, это вообще-то две подруги по жизни. Они одного возраста, от одного тренера. И вместе играли в детской команде. Потом пришли... Ну, что такое вторая подача подряд? Ну, девочки, ну, это что-то в волнение. Нужно... К чашу. Это Визовик сейчас не подала. Просто, ну... С другой стороны, вы посмотрите на зал, посмотрите, сколько народу. Я не думаю, что наши девочки когда-то играли при такой огромной аудитории. Может быть, поэтому и, ну... Естественно, может, они хотят выпрыгнуть, вы знаете, как говорить, из трусов, да? Не получается! Аут! Джордан бьет в аут. Но ничего, вы знаете, 7-10, счет более чем достойный. По крайней мере, вы знаете, мы... Пока что мы не выглядим младенцами для избиения. Мы сражаемся, играем и... Пусть кинет меня камень и скажет, что для команды сейчас стоит. Гамова! Ну, вот вам, пожалуйста. Ну, вот вам указали, что человек разыграет. Вы знаете, вот за такие вообще-то игровые моменты, я бы, вы знаете, независимо от того, какая команда играет, даже соперник, я бы стоя аплодировал такие мячи, как она сейчас сыграла. Наш зал не может... Я понимаю, что за нас мы болеем и ходим. Но, знаете, красоту нужно оценивать, моменты. А сейчас было действительно классно. И Старцева здорово отпасовала, и Гамова здорово забила. А вот, а вот, не попали. Не попали. Вот, видите, пошел отрыв, 12-7. Ну что, Дмитрий Константинович, наверное, пора перерывчик брать. Да, я угадал. Тренер нашей команды Дмитрий Дьяков берет перерыв. Немножечко, вы знаете, знаю свою команду и вижу, что уж очень девчонки хотят хорошо сыграть. Это видно. Вот, посмотрите, по лицам. У них нету закомплексованности, нету растерянности. Посмотрите, вот сейчас. Они стоят, разговаривают, обсуждают. Они в полном здравии. Зачем. Зачем! Зачем. Зачем! Зачем! Ну что, после небольшой паузы мы продолжаем наш репортаж. Казанская команда Махно атакует здорово Стенькина и Бессуна. Вот это хорошо. Просто фантастика. Вот, наверное, посмотрите зал, как сейчас ошиблась Екатерина Гамова. И посмотрите, сколько сразу восторга у наших болельщиков. Конечно же, мы любим. Мы любим. А у своих все-таки. Но своя рубашка ближе к телу. Это однозначно. Хорошая пара. Буртакова. Молодец. Умница. Зинована не додержала руки. Не додержала. Между рук у нее мяч сейчас хорошо. Ерыгин очень грамотно поставила сейчас блок по линии. И у Ларсона она видела, что линия закрыта. Она отковала вход. К сожалению, Зимула здесь не додержала. Немножечко руки. И мяч. Старцева, да? Старцева. Да, Женя Старцева подает. Заслуженный мастер спорта 89-го года рождения. Одна из лучших связок мира. Бессонная. Молодец. Молодец. Вы вот посмотрите. Обратили внимание, что если мы атакуем сильно, все-таки Кабышева считают эти атаки и выходят по месту. А вот несколько накатов туда в 9-й метр не проходят, потому что все-таки игроки стоят по месту, по точкам. И еще все бессонные. Давай. Молодец. Молодец, Стенкина. Ну забить. Гамова встретила бессонную. Да. Ну, красивый розыроч, тем не менее. И наши сыграли нестандартно в данной ситуации. Ну и, конечно, классно отыграли казанские болезни. Кто она подача сейчас? На подачу сейчас Бурдакова Маша, воспитанница Нижегородского волейбола. Вот. Очень в раннем возрасте она уехала. Дерывно. Перебила на полу. Вот сейчас Гамова, да? Гамова опять передача. Стенкина чуть-чуть достала Визовик. Ну вот здесь можно было достать пол. Вы знаете, сложно все-таки. Атака была по линии. Визовик достала. То есть от блока, от блока. Он ушел. Стенкина было тяжело подстроиться. 9-16. Видите, уже разрыв. Чемпионы страны показывают свой класс, показывают свой статус, уходят в отрыв. Ну, собственно говоря, вы знаете, наверное, было странно ожидать, что сейчас в обратную сторону был бы счет. Извините. Извините. А вы знаете, я даже сейчас, ну, может быть, не совсем достойный. Но, тем не менее, я могу сказать так, что я вот даже сейчас идет игра. Тем не менее, могу еще раз сказать. Наша команда играет хорошо. За исключением нескольких ошибок, которые Вера немножечко допустила в развитии атаки, немножечко, да, мы играем нормально. Мы играем, вы знаете, в такой хороший скоростной волейбол. И, конечно, справляются они. Ну, извините меня. Там все-таки та же Боуна Ларсен, это все-таки и обладатели золотых медалей по нам американских игр, серебряные призеры олимпийских игр. Наши девочки, простите меня, чемпионки мира вот сейчас на площадке. Все наши россиянки это чемпионки мира. На всякий случай. А вот если говорить об ошибках, которые игроки Хармарина допускают, это не связано с волнением? Может быть. Может быть. Вы знаете, вот сейчас, посмотрите, Вера Серебренникова выполняет передачу. Она выполнила передачу, вы знаете, у волейболистов это называется, на результативность блока. То есть мяч был, вы знаете, ни туда, ни сюда. И игрок, который стоит с противоположной стороны, ему нужно сам... Ой, красавица! Первый темп прошел у нас Зинова. Зинова забила. Вы знаете, такой мяч, 10-17, да, вот такой мяч, как предыдущий был, вы знаете, нападающему, блокирующему с той стороны, главное подняться и просто перенести туда на руки. И все сразу получается. И все. Зинова на подаче. Сама выдохнула мячкой и пошла подавать. Так, Ларсен. Сбитый. Наш, наш, наш. Ой, Висовик! Молодец, Оля! Передавила, передавила! Молодец! Вот, в нашей комментаторской кабине понравилось это всем, даже раздались аплодисменты по поводу розыгрыша этого мяча. 11-17. Ну что? Тягиваемся. Парочку мячей выиграли подряд, это уже... Хорошо, в кабешу отогнали немножечко. Ну что, опять Гамова! Когда тебе... Висовик! Умничка! Галя! И Висовик! Молодцы! Молодцы! Доигрывать эпизод, девочки! Доигрывать! Ай-яй-яй-яй-яй! Ларсен. Розыгрыш красивый, красивый розыгрыш. Вы знаете, пайп. Атака со второй линии в исполнении Ларсен Джордан. Замена. Совсем юная выходит на площадку волейболистка. Это Ирина Воронкова, дочь Андрея Воронкова, главного тренера команды «Локомотив» Новосибирск. Она одна из самых перспективных. Она лидер своей сборной 95-го года России. На чемпионате Европы она получила приз лучшего нападающего. И посмотрите, какая сложная подача в ее исполнении. Висовик не исправился. Мяч ушел. Ну и блокирование со второй линии показывает сегодня. 11-19 и второй тайм-аут этой партии берет Дьяков. Кстати, о Воронковой. Это, так скажем, с именем этой девочки связывает будущее нашего волейбола. Она и еще там пару человек 95-го года, которые очень прилично выглядят уже сейчас. Они должны прогрессировать. Они должны будут добавлять. Тем более, она попала в очень классный коллектив. Очень хорошему тренеру. Серешат Велезудинову. Так, в кулуарах сейчас ходят разговоры, что после смерти Сергея Овчинникова, скорее всего, главным тренером очевидно назначат Решат Велезудинов. Кстати, я прекрасно помню, как Решат начинал в Липецке. Прекрасно помню, как он работал с командой «Дезит». Вы знаете, целеустремленный человек с очень сильной волей, с очень классным характером. И плюс ко всему, вы знаете, просто в жизни очень хороший, такой, вы знаете, компанейский парень, с которым всегда приятно пообщаться. Вот сейчас ошибка второй передачи Серебряниковой. Ну, опять, вы посмотрите, прием, прием. Вот сейчас два мяча подряд. Ну, надо просто перестроиться, подстроиться под этого игрока. Не нужно этот мяч убивать, нужно его постараться просто смягчить. Коваленко, ну, видите, нашли бессонную сейчас в данной ситуации. Готовится замена у нас Коваленко вместо бессонной. Визовик. Ну, наконец-то. Нет! Нет! Вы знаете, сбитый прием. Верия не дошла. Она ногами. И Бун забивает мяч. Двадцать один. Одиннадцать. Уже попахивает разгром, к сожалению, в первой партии. Как бы мы не болели и не переживали за нашу команду. Но, тем не менее, класс. Да. Класс есть класс. Вы знаете, с ружьем под танк это тяжело. Итак, на подаче Воронкова. Коваленко справился с приемом. Умница. Корсакевич забила. Ну, первое очко нашей белорусской регионерки в этом поединке. Вот. И Настя Ерыгина идет подавать. Вот. Коваленко остается на задней линии. Не стал делать пока замену Дмитрия Дьякова обратную. Ну, что. Настя совладала или нет? Уж очень. Я просто знаю желание этой девочки играть. Ибо, когда ей было двенадцать лет, именно я провел ее в волейбол. В тульскую школу волейбола. Будучи работать директором этой команды в Тулице. Ой, как. Ай-яй-яй-яй. Чуть-чуть-чуть-чуть. А финансы это не поздно для волейбола? Ну, вы знаете, да. Говорили, что поздно. Но она левша, очень высокая, физически хорошо развита. И вы знаете, то, что она вот сейчас только к двадцати одному году начинает серьезно играть. Это, в принципе, ничего страшного. Еще вся спортивная карьера впереди. Тем более, у нее… Ну, Гамбла уже в семнадцать лет. Ой, першокировать зависла. Умничка. Вы знаете, Гамбла, что говорить? Такие, как Гамбла и Филе, наверное, и Марадон, они, наверное, появляются один раз в миллион лет. Что там говорить? Гамбла. Гамбла – это гамба. Это явление. Это, если хотите, глыба. Это… Я не знаю, какие еще слова подобрать к этому великому спортсмену. К великому спортсмену. Поэтому… Что там говорить? Двадцать три… Двенадцать, да, счет? Ну, в принципе, хотелось бы, наверное, и побольше, чтобы очков набрали. Кстати, вы знаете… Обратите внимание, какая обстановка в зале. Посмотрите, фигура наша детская. Посмотрите, сколько детишек вокруг бегает. Да, вот прекрасно. Пришли… Ой, на… Ах, чуть-чуть не обработала Настя мяч. Посмотрите, пришли родители, привезли с собой детишек, которые… Прекрасная обстановка. Я думаю, что даже несмотря на то, что сейчас наша команда проигрывает, все равно все получают огромное удовольствие. Когда спорт высоких достижений… Ой, молодец, Юля! Молодец! Сотбила сейчас, обмашу Бурдакова, и мячик улетел в аут. Здорово сейчас сыграло. Здорово. Ты себя чувствуешь неуверенно. Ну, просто перебей мяч на ту сторону. Пусть его примут, доведут, дадут передачу, забьют. А вдруг они ошибутся? Ну, вы знаете, много, много слишком. Для первой партии уж очень много ошибаемся. Уж очень много. К сожалению, даже несмотря на то, что мы играем с командой «Динамо» и «Казань», даже несмотря на то, что там все-таки стоят звездные люди, все равно мы допускаем недопустительное количество собственных ошибок. Где-то связка не так доиграла, где-то нападающие не то сделали. Ну, лучше не подавать. Ну, за партию мы не подали три подачи. Ну, это много. Вот пока перерыв. Давайте вернемся к позиции Хромарина в чемпионате. Ну, по потерянным очкам мы лидируем. У нас на две игры меньше, чем у Липецкого. У Липецкого 28 очков. Да. У Липецкого 28 очков у нас 23, две игры в запасе. У нас сейчас предстоят домашние матчи с Одинском и Серпуховым. Мы имеем определенный отрыв уже от Воронежа. На четыре очка опережаем Серпухов. На пять очков опережаем Ленинградку. То есть, я называю команды, которые реально могут претендовать на выход в Суперлигу. И знаете, я так могу сказать, что пока, как разворачивается ситуация в чемпионате, у нас будет, конечно, ключевой отрезок после Обнинска и Серпухова, когда нам будет предстоять 12 лизных матчей. Это когда? Это с января. Нас не будут видеть болельщики с января. И только в начале марта мы проведем следующие матчи. То есть, мы уедем на два месяца на длительный очень выезд. Мы будем играть, наверное, четыре игры в Титере, две игры в Иркутске, две игры в Нижнем Новгороде, две игры в Челябинске. Мы по набранным очкам на втором, но по потерянным мы лидеры чемпионата. Кстати, я вам хочу сказать, что играя с Воронежем и с Липецком, это наши прямые конкуренты, я вам могу сказать, что, конечно же, Липецк стоит особняком. Это команда, которая в этом году и сбалансирована, и достаточно хороший подбор игроков, учитывая, что они уже в прошлом году туда пришли, они где-то второй сезон. Мы, по подбору игроков, мы самые сильные в этой лиге, это я заявляю определенно. Другое дело, что команда вот в таком виде, в котором сейчас работает, существует всего, даже еще пяти месяцев нет. Понимаете, создать команду за три-четыре месяца, даже при хороших игроках, при неплохом наборе исполнителей, все-таки, наверное, сложновато. Поэтому иногда, иногда, все-таки у нас бывают провалы, которые тяжело объяснить. Конечно, прилично. Вот на прошедших играх в Воронеже, в Липецке было проиграно по одной игре, да? По 0-3, да. По 0-3. Вы знаете, в Воронеже… Объяснить это как-то можно, нет? В Воронеже, вы знаете, мы были очень сильно настроены в втором матче. Мы вели 21-18 первой партии, и все шло к нам в руки. У нас, к сожалению, в этот момент, ну, просто необъяснимые несколько ошибок сделали. Среда Никола, Чеснокова. И, знаете, все развалилось. Там вот в одной части женщины, в одной части. А в Липецке первый день, вы знаете, там приблизительно такое же количество зрителей пришло. Очень… Они, на свое честно говоря, с первого мяча просто задавили команду. Морально команда оказалась немножечко сбита. Барабаны, флаги, крики, скандирование. И, знаете, немножечко мы дали задний ход. Вот только все эти партии более-менее пришли. Вот орудия немножечко отдышались, очухались, посмотрели, что там ничего страшного нет. И сумели… 1-0. 1-0. А вот мы и повели в этом матче впервые. 1-0. Может быть, нам зрители тоже здесь понравились? Да, да, да. Юлия, вы знаете… Бессонная. Ну, здрасте! Ну, кто… Ну, я этого не понимаю. Я не понимаю. Только дали нам, подарили шанс, дали немножечко подышать команду соперников «Динамо-Казань». И тут же мы выходим. Ну, не знаю, ну что, постоянно надо кричать, что ли. Юлия, соберись. Юлия, внимательнее. Ну, все-таки, вы знаете, вот Бессонная, при всей ее талантливости, при ее прыжке, при мощной атаке, которая есть, все-таки… Я вот работаю с этим игроком пятый месяц, все-таки есть неорганизованность определенная. То есть, проблема у нее, ну, самой в голове в данной ситуации. Вот. Поэтому сейчас… Дрыгина… Ой, здорово! Два по два, как Настя развернула сейчас. Вы посмотрите, не просто обвела она блок, она попала в трехметровую зону. Вот. Вы знаете, классная атака, очень классная. Ну, зрители оценили классно. Да, да, вы знаете, так резко, очень хорошо сейчас сыграло. Вы знаете, это проявление определенное уже, знаете… Ай-яй-яй-яй, и первым темпом… Бардакова. Маша забивает третий мяч в этой партии для своей команды. Три-два. Ну что, подает Бардакова на подачи. Одна из лучших блокирующих мира. Человек, который… Ой, молодец, Паршакевич! Три-три! Мы сравняли счет во второй партии. Ну что, вы знаете, в принципе-то и начало первой партии она была. Четыре. Четыре так же было. То есть, пока-пока в начале партии, видимо, обдышались, собрались. Ну, будем хорошие. Мы отыгрываем эти мячи в нападении и так как бездарно дарим. Ну, не знаю. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. У нас цепная реакция. Мы не можем проигрывать по одному мячу сразу. У нас тут же не подача, тут же идет неприем. Полное отсутствие концентрации, это я еще раз говорю, об этом в голове. Ну, мы говорим об этом в голове. Или это вообще? Это в каждом матче, фактически. Практически это вот, к сожалению, вот эта вот нестабильность наша, она, я опять же отношу к тому, что все-таки команда работает всего-то аут. Аут Гамова, аут 4-5. Вы знаете, в маленький период у тебя команда показала. Знаете, все-таки, чтобы команда была построена, до становления, конечно же, 4-5 месяцев, это очень мало. Вот, поэтому, вы знаете, вот в том же приеме вот сейчас была допущена ошибка. Она, понимаете, просто мы разобрались, кто сейчас должен был принимать в данной ситуации этот мяч. Гамовой. Скидка. Да, прошла скидка. Да, на некоторых играх было такое, что выигрывая 7-8 очков. 8 очков и потом все. Преимущество растерять в один момент. Да, да, да. К сожалению, к сожалению. Пока, ну это, вы знаете, я говорю, что это и сдержки. И сдержки становления команды. Ну, как вам сказать? А есть же, что команда станет за следующий? Не растащит команда? Вы знаете, уже сейчас у ряда игроков, уже сейчас, это я говорю, ни в коем случае не хочу, чтобы они позадрали носы. Уже сейчас есть спрос на игроков, причем, вы знаете, не только из российских клубов, но и из зарубежных. У одного игрока у нас... Ооо, вау, 6-6. Ну, вот я знаю, что на одного игрока нашего претендует одно бывшее союзное руководство, которое вообще предлагает сменить гражданство. И играть за сборную этой республики. Так что, вы знаете, да, вот такие предложения. И поэтому... Ой-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Вы знаете, да, как в биатлоне, когда Дмитрий Губерниев одно время... Четвертый попал и пятый! И тут он молчит, и такая красмейстерская пауза. Мы не будем больше, да, говорить. Давайте будем ругать их. Визовик. Вера, хорошая передача. Визовик! Красиво! 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 По линии! Мощно! И на первой технической первой и второй партии мы уходим лидерами 8-7. Приятно, приятно. Мелочь, но приятно. В чемпионатах, на сколько шансы на первой нахождались? Все-таки задача такой не стоит. Давайте так скажем. У нас задача выйти в Суперлигу. Выходят первые две команды. И шансы у нас, я еще раз повторюсь, по подбору игроков, которые есть, мы лидеры по подбору. То есть, у нас очень приличные две связки и основная серебряная и запасная ляпочка. У нас очень хорошая группа центральных блокирующих для высшей лиги. У нас хорошая группа доигровщиков. Вы не забывайте, что сегодня нет Бёрдлин на площадке, кстати. Она завтра прилетит и уже завтра она будет играть. А с чем это? Получение рабочей визы. К сожалению, у нас же закон миграционный 60 дней оформляется. Вы знаете, мы не можем здесь приступить к закону. Оставить ее здесь, поймите, она потом не выйдет в Россию, в страну. А вот чуть-чуть они поподробнее нужны. Как принялся она в команде? Кир Гёрдлин? Ну, наверное, не секрет, что я на протяжении нескольких лет работал в подъемном директором команды, директором клуба «Туллица». Я работал четыре года. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Работал в команде. Ну, Настя, забей! Нет, нет, Настя, ну круче, круче сбрасывать надо. Вот так вот, получи 8-8. Настя, ну не туда немножечко, нужно было по сетке вдоль. Ну ладно, бокс это со стороны всегда веди. Вы знаете, я очень, я работал в Тюмени. Собственно, когда приехала команда, она была 43-й в России. За 20 большим годом она вышла в Суперлибу. Вот. И вы знаете, в прошлом сезоне она играла в Тюмени. Вот. Она попала, ну, поймите, что у меня же есть за годы моей работы, за годы, да. Я ведь, простите меня, имею связи. Вот, вот опять. Да, сейчас Гамова за антенны пролетел мяч. То есть она не попала в 9-ти метровую линию. И вы знаете, то есть Киа Бёрдин, она меняет сейчас вместо Ерыгана, который немножечко на пола выпускают Тарасовы. Но ничего страшного. То есть, Настя, я вижу, расстроена очень. Не пошла в нее игра, сильно не задалась. И Киа Бёрдин в том году играла в Москве Мури. Она достаточно прилично играла. Входила в число 20-ти. Выкинули? Ой, Стенькина! Ну, забей! Нет! Зал-то, зал-то как шипит! Ай-яй-яй! Вера, Юля! А что случилось? А что случилось? Не знаю, Бессонная. Почему-то она посчитала, что вот Стенькина ей очень сейчас высказывает аргументно. Я думаю, что там без крепких словца не обошлось, знаю, Стенькину. Я думаю, она ей все сказала о родственниках в ближайших трех поколениях. Ну, она сейчас, мяч был относительно Бессонный. Он улетел ей в руки. Нужно сделать шаг вперед и мяч у тебя. Вот. Так вот, Киа Бергена, я завершаю разговор. Нет, не забили. В том, когда она провела очень приличный сезон в Фигне, попал 4 по 4 на хно. Она очень приличный сезон отыграла в том году. И поэтому, собственно говоря, я с ней нахожусь на постоянном контакте. Вообще, сколько она уже в России-то получается? Второй год получался она играет. А до этого она? Она играла в Порто-Рико, играла в Турции. За приличный клуб, она играла в Сарай. И сейчас вот она помогала. Ну, а вы знаете, ведь в США, в США, у них уже нету чемпионатов скромных. У них студенческий волейбол. И она, собственно говоря, из студенческого волейбола 10-10. Она из Тарасова, кстати, удачно вошла в игру. И прямо вот первый мячик, который первый же атак, она сразу заработала результативный балл. У них студенческий чемпионат, в котором играют очень многие там иностранцы, очень много в вузы играют. И вот, собственно, оттуда она пришла, потом попала в Порто-Рико, в принципе, это можно сказать, что чемпионат Соединенных Штатов Америки. Ну, потому что там действительно, ну, все американцы играют. Вот. После этого попала в Европу и, вы знаете, достаточно прижилась. Для Американки она, кстати, могу вам сказать, что неприхотливая. Она, вы знаете, есть капризная, которым дай вот так вот так вот. Киа не такая. Она, вы знаете, работает, трудится, пашет. Никаких особых себе привлений она не просит. Ну, завтра мы ее родимся увидим. Увидим. Завтра, конечно. Сейчас наберемся. А сейчас завершаемся. Бессонная. Ну, знаете, здорово играет Казан в защите. Очень здорово. Чемпион России. Вот посмотрите. У них… Ну, нет. Не попадает Оля по Блоку. Не попала. Не пыталась. Она, кстати, искала Блок. Да. Это было видно, что она искала Блок. Но, к сожалению, не попала. 12-10. Уилет, это достойно. Достойно. Пока достойно. Теорийно. На вторую партию мы играем. Да. Мы решили не хвалить. Мы решили не хвалить. Да. Мы решили не хвалить. Да. Мы не будем хвалить ни кого. Везовик держит прием. Передача со второй линией бессонная Скидка нет, Юля, здесь не пройдет Стеша! Ну а почему бессонная? Опять в полупозиция, потому что она защищается на прямых ногах Это нехватка, вы знаете Детский волейбол Ну как тренер ставит сразу Она привыкла атаковать, привыкла быть прямой Вы знаете, я с уважением отношусь к игрокам Которые могут мощно, эффектно забить Но кроме вот этой эффектной атаки Которые есть, больше ничего Зрителям это нравится Когда мяч, как дали, он там чуть не пробил Дырку в поле, да? Но ведь в защите, посмотрите Она уже два момента подряд стоит Ну уж пора поменять Ну вы знаете, можно, конечно, Коваленко попробовать выпустить Ну вы знаете, я думаю, что Дмитрий Константинович прекрасно понимает Сегодняшний уровень Сегодняшнего матча Мне кажется, что он наоборот дает возможность сейчас им повариться Поиграть против мощного соперника Чтобы они почувствовали, что такое большой волейбол Вот, пожалуйста, ребят Вот, девочки, вам дали шанс Сыграйте, забейте, докажите, что вы стоите И ничего страшного, что вы проиграете Ну кто их за это осудит? Вы скажите, ну кто? Они... О-о-о-о! Галя Коршакевич! Молодца, молодца! Вы знаете, мне кажется, и так приезд команды Динамо Казани Это так событие, наверное, номер один В жизни нашей республики В республике Бурятия Посмотрите, сегодня Ну, я уж не хочу возвращаться к этой тематике В очередной раз Что у нас Как, простите Как, вот, посмотрите, как птица на проводах Как птица на проводах, да? Вот, свистя, зрителям показал, что мяч в ауте Чувствует точку! Нет, ну, извините, но показал судья, что мяч в поле А судья всегда... Я руководствуюсь таковым принципом, что... А вот, вот и Казани! Бог не мякишка! Вы знаете, все-таки вернули нам очко игроки из Казани 12-14 Если говорить о главной задаче, которая поставлена перед тренерским штабом Выход в суперлигу Вопрос... О-о-о-о! Гринзовик! Молодца! Молодца! 13-14 Да, молодцы, держим, держим, держим Да, Алексей... Вы же работали, по-моему, работали уже Дмитрием Константиновичем Дьяковым раньше, да? Ну, собственно говоря, я его, так скажем, с моей... О-о-о! 14-14 Вот не подала Казани, тоже что-то там ажи Вы знаете, вот есть такие мячи, которые действительно являются... С прицепом идут! Одну не подали, две не приняли Это женский волейбол, ребята Я всегда, вы знаете, люблю высказывания Шекспира О, женщины, вам имя вероломства! Что они иной раз делают, это непредсказуемо! Алексей, что касается вашей мысли, вы, наверное, завершите ее, да, относительно Суперлиги То есть вас, наверное, интересует, насколько вот этот состав, который сейчас у нас есть, да? Хорош, Галя! Хорош! 15-15 15-15 Здорово! Держим! 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 Вас, наверное, интересует, насколько... Готов, готов, да! Готов вы играть! Алексей, ну, вы, наверное, были на матче, когда мы играли с Красноярском, и мы обыграли их здесь Правда, Красноярск, скорее всего, не показатель, потому что их отбулочка в себе Естественно, что перед следующим сезоном, перед следующим сезоном, перед следующим, Ларсом здорово, как хорошо, но еще Вы знаете, естественно, что если ставить задачу сохраниться, Суперлиги, естественно, придется усиливаться Естественно, придется приглашать других двух легионеров Вот, очевидно, нужно будет пытаться сохранить в команде Бессону и Рубину Наверное, Визолик, если рассматривать вопрос, как вторые игры со стенками Центральные, ну, центральные, знаете, Зиново, скорее всего, сможет, ну, быть, скорее всего, со вспомогающей тройкой Тоже придется все-таки, наверное, но, тем не менее, тем не менее, у нас, вот, ну, 5-6 фамилий, которые могут играть в Суперлиги Они у нас имеют место быть Сейчас по рекламе турнира перехода Нет, прямой, 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 прямой Это раньше были переходные турниры Сейчас, когда объединили Европу и Сибирь в Дальний Восток Вот, теперь команда выходит напрямую И так вот, первыми, кто выходит А вот хорошо, что объединили Прекрасно, прекрасно Финансовые затраты, перелеты Послушайте, ну, давайте мы, в конце концов, прекратим, вот, говорить вот о финансах Если регион хочет, чтобы играла команда, значит, нужно понимать, что это расходы Хотите иметь хорошую конфетку, хотите иметь, но, извините, за нее нужно платить Хорош, Юля, хорош, хорош 16-16, красавица Понимаете, если хочется, я не понимаю вот позиции европейских команд Я сам, простите меня, туляк Я рядом с Серпаховым, Огненск, это, 90 километров Но когда они начинаются плахать Ой, как же дорого к вам летать Ребята, а нам что, к вам дешево, что ли, туда слетать-то? Вот если так вот, ну, давайте мы честно уж скажем-то, а? Нам что? Хорош! Хорош! 17-16! А нам что, дешево, что ли? Вот, извините, для того, чтобы адаптироваться Чтобы забрать 6 очков в Воронеже и в Липецке Мы на 10 дней поехали на сбор И жили рядом с Воронежем Чтобы был близкий переезд Чтобы было, понимаете? То есть, мы пошли на определенные расходы Если мы хотим добиться какой-то цели и задачи Если у нас есть вот что-то того, что мы видим там, впереди И плохого здесь нету ничего Вы скажите, вот сейчас, посмотрите, сколько детишек зали Сколько молодежи пришло на игру, сколько болельников Поймите, ведь завтра и завтра весь город будет говорить об этом Весь город это будет новостью номер один Я не хочу, я знаю, что первые новости сюда политические, экономические, еще какие-то Но в данном случае это новость номер один для республики Бурятия И то, что сейчас происходит в зале То, что сейчас видят все люди, которые пришли на этот матч Это дорогого стоит Ребят, вот ради этого, наверное, стоит вложиться Чтобы подарить людям праздник Ильва Алексеевич Асалханова, который главный идеолог Главный идеолог этой команды Человек, который вкладывает очень большие деньги Для развития и популяризации волейбола Я знаю, что у него в планах создание федерального центра на Байкале Вы знаете, наверное, вот чтобы подарить такой праздник Наверное, этому человеку нужно сказать огромное слово благодарности И вы знаете, наверное, то, что сейчас происходит 17-17, четко, да? Да Вообще-то мы держим, держим игру-то Верка, ну, Юлизабей! Ах ты, нет Не пустили ее 18-18 Ну, это Бардакова, что мы хотим Марию Бардакова Не то, что бессонная Она многих кого блокировала Не, ну, Казань так немножечко по-спортивному озлубилась Немножко в 17-17 Ну, вы знаете, прекрасно понимаете Что если сейчас нас распустить Если распустить, мы же поймите Как здорово сыграли! Классическая комбинация! Просто классическая! Здорово! Здорово сейчас сыграли! Умники, умники! Ой, вы знаете Вот я сейчас Ну, зачем, Юля? Зачем опять? Второй раз Вот не умеет она управлять своими эмоциями Забила такой мяч Зрители захлопали, посвистели И вот ее понесла с душа в рай Ну, не бывает так Ну, нельзя Нужно все-таки совладать Самое-сое Ну, поэтому она, видимо, пока играет еще в высшей лиге А они в суперлиге Пока! Пока! Вот мы, наверное, с вами наглядно видим Вот эта ситуация, да? Чем? Не попали в мячу Минус 2 18-20 Человек сразу встал на ровном месте Тайм-аут! Тайм-аут надо брать В 17-17 Да, взяли наши тайм-аут Все-таки, наверное Вы знаете Говорят, что вот Набор игроков Определяет Вице-команды Ну, вот Набор игроков Команды Казань И Набор игроков Команды Я не говорю, что у нас они Клофеи Вот, вы знаете, даже Давайте посмотрим на майки, да? Вот обратите внимание Акбарс Махеев ТФС Еще какая-то компания Это Компания Татахстана, да? Республика Бурятия Хару-Марин на майках Нашу команду Ну, он здесь Чемпион России Суперлиг Я согласен с вами А вообще, кстати, А вот если сравнивать С высшей лигой Там тоже Вот такой Изобилий Спонсор Как вы знаете Если пробежаться Сейчас по командам Которые есть Ну, относительно Относительно Есть спонсоры У Ленинградки Относительно Ну, все-таки Это вы сами понимаете Это Крупный Большой город Питер Он есть Питер Вот, держим Красавица Как вытащил Еще раз, Юля Чуть-чуть не подняла Ну, как обидно Но зато Как мы сейчас Сражались Сражались Как в защите Мы тащили Мы молодцы Чесноковый Уходит Ну, вы знаете Правильно Абсолютно верно Я здесь Согласен с тренером Нужно дать всем Повариться в этой кухне Нужно всем сыграть Против чемпиона страны Я, вы знаете Ну, кроме, наверное Чесноковой И Кого? Ну, Стенькина В том году Уграла в Суперлиге Да? Ведь все остальные Девочки Все остальные Они никогда На таком уровне Против команды Они не играли Вы понимаете И поэтому Ну, ничего страшного Именно как раз Светлана Чеснокова Ты вот смотри Список Она единственный Мастер спорта Здесь в команде Она чемпионка России В составе Уралочки Она достаточно В раннем возрасте Начала играть Была очень доступна Была членом Молодежной сборной команды Универсальной сборной Вот Как вы знаете Она достаточно Опытный Игрок Опытный Но, к сожалению Угрока Высокая квалификация Не выросла Хотя данные У них все для этого есть И рост И все Хорошо Хорошо Вот вы посмотрите Как только Наша связка Начинает Нестандартно Играть Вот Посмотрите Сейчас Даже они не успели Организованный блок Поставить При всей Организации В игре И сзади Не успели Перестроиться Потому что Была очень Быстрая Качественная Хорошая Передача Со стороны связки Очень много зависит От связующего игрока Света Подолай Кому Кому еще Вы помните Когда в реале играл Роберто Карлос Штрафные ставились Штрафной Молодец Играть 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 А вы знаете Это что Нет Нет Я вам объясню Что сейчас произошло Во первых Сейчас Ответственность За Житом Хорошаки Почему Не нужно пытаться Быть героем Советского Союза В одном лице В данной ситуации Связка крикнул Я И связка Побежала Ее сейчас задача Должна была Знаете Какая будет Она Двадцать Хорош Хорош Вы знаете Ребят Просто она должна была Лечь Упасть Перекатиться Все что угодно Сделать Но должна была Не мешать То есть В зону конфликта Не лезть Потому что должна была Играть этот мяч Связка Ну что же Такое количество Зрителей Это что еще Где наша служба Безопасность Почему дети Выбегают на площадку У нас что Я не понимаю Такое впечатление Что Ну я понимаю Праздник Нельзя же его превращать Почему здесь В технической зоне Находится К сожалению Я хожу здесь И не можем Понимаете С вашего позволения Я на одну минуточку Отлучусь Чтобы все-таки Эту ситуацию Разобрать в зале Кстати По списку Иду Смотрю Как раз Киа Бердин Ну прочерк Где спортивное звание И Галина Коршакевич У них нет Спортивного звания Вот отыграю Вторую партию Но вторая партия Уже была Более достойна Нашей второй Сыгранной И следующее Приятно Что очень большое Количество У зрителей Хочется верить Что Такой матч Еще Стартовой площадкой Послужит Для Похода Дрительной Трибуны Потому что Крамарин действительно Очень достойно Уступает Имеет очень Хорошие перспективы В России В парштабе Хочется верить Что И этот Полуфинал Кубка России Завтра Также Пройдут Две игры Хормарин Завтра Встречается В Тюмени Да Завтра Хормарин Играет В Тюмени И Замешающая Игра Это уже В среду Будет Хормарин Будет играть С командой Факел Новый Уренгой Я думаю Что И в этих Двух матчах У наших Девушек Есть все Шансы На победу Чего мы Им желаем Я еще раз Хочу напомнить Что Тюмень Как раз И Факел Новый Уренгой Приехали Сюда К нам В Улан-Удэ Не основным Составом Хочу сказать О достижениях Уланденской команды Они победители Чемпионата Высшей лиги А региона Сибири Дальнего Востока Сезона 2008 2009 И 2010 Также Хормарин Бронзовый Призер Высшей лиги А в 2010 Году И победитель Чемпионата России Высшей лиги В Это как раз О достижениях Уланденского Волейбольного Клуба Волейбольного Начинается Третья партия Ну что 0-2 Мы пока пройдем Ну вторая партия Уже Более приемлем Ничего страшного нет Я так считаю Что Все таки Вторая партия Она оказалась Более оптимистична Да и по игре Мы только по счету Но по игре И по счету И по игре Я с вами здесь Согласен Поборолись Поборолись Ох как здорово Вот вытащим Вот сейчас Ярыгина хорошо Сограла в защитке Скидочку поймала Ларсон И Ларсон Закрыли сейчас В начале третьей партии Еще разочек Девочки Нет Не успели Не успели Наши Блокирующие Сомкнуться Между рук Мячик Проскочил Пока есть небольшая пауза Вот команды Факел И Тюпень Это команды Высшие лиги Это команды Суперлиги Которые Суперлиги Вы знаете Я считаю Это полное Проявление Неуважения Проскочили Полное Понимаете Мы готовились К этому турниру Мы провели Определенную Организационную работу Мы выпустили Офиши Мы раскрутили Это в телевидении В прессе Посмотрите Сколько Всего народа Естественно Не хочется Посмотреть на эти команды Суперлиги Даже если бы мы проиграли Все три матча Хорошо Окей Но мы видели уровень Чем мы хотим Стремиться А вот это отношение Которое они Продемонстрировали Понимаете Ну это обидно Вот Ну неправильно Это руководители клубов Вы знаете Опять же Это скорее всего Знаете От чего это все происходит Это происходит все таки От того Что Руководство клубов Вот в частности Тюмени Да Ну люди Которые имеют Очень далекое отношение От спорта Понимаете Они Ну руководили Когда-то чем-то Где-то Ну понимаете Руководитель Где-то Руководитель в спорте Все таки Спортивный менеджмент Это другая Немножечко И говорят Да вот если руководил Дерезаводом Он может руководить Ребят Да фигня Не может такого быть Повезовик Молодец Сейчас пробил Очень хорошо Вот обратите внимание О чем мы с вами говорили В первой партии Вот сейчас Очень быстрая Хорошая передача Отведенная от сетки Оля видит Она грамотная девушка Она видит Что есть разрыв Вот она Так называем В дырку Потому что блок Она сейчас очень Грамотно забила Этот мячик Очень так Целенаправленно Ну что там Ай Нет 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 Ребят Очень классно Сыграла Джордан Очень классно Она сейчас Сыграла Она зависла Не дарма Джордан Посмотрите Как она сейчас Зависла Да Да Кстати Она пришла Кстати Из бускетбола Она пришла Она играла В бускетбол Вот И вот Потом перешла В волейбол И стала Ну 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 Вот вы знаете Это я называю Улыбка Аля Соколова Когда наша команда В Пекине Проигрывала Бразилию По 13-14 мячей И наша звезда Люба Соколова Не забив мяч Знаете С таким соскалом С улыбкой сходила То ли это какая-то Защитная реакция Почему сейчас улыбаться было Я не знаю Я думаю защитная реакция Ну скорее всего Но вы знаете Я этого не понимаю Вот что Хотите То и делайте Два банана Сейчас здорово Как сыграл 4-4 А 4-3 3-4 Проигрываем пока В этой партии Понимаете Здесь Опять же Скажите Да Я с вами Словшую Реакция Женская психология Да Да Все хорошо Спасибо Я уверен Ребят Дайте мне Я из 20-20 Забью следующих Да Я получил Красавицы Молодцы Молодцы Сейчас Вы знаете Есть моменты Любу дорого смотреть На к сожалению Мы допускаем Больше ошибок Чем Казанин За счет этого Наверное Все таки И выступаем Класс Класс Это класс Ну Программа Ой Настя Достала Луничка Молодцы 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 Еще раз Поле Мяч в поле Сергей Кудряшов Судья Суперлиги Который Стоит Под Линием Показал Четко Что мяч попал В поле Сто процентов Все нормально Все там Вопросов нету По данному Международу 5-4 Казань Переди Лесь Евдокимова Больше известная Всем как Махно На подаче Серебряников Прошакевич Не забили Еще раз Прошакевич Встанет команда Динамо Казань Тоже Нервы то есть У них Тоже они Сейчас И Стенкина Пошла И Серебряникова Очень большое желание Было достать мяч Вы знаете Видимо Умноженное на два Оказалось Не востребован Много Сил и энергии Потратили Ничего В целом Я думаю Такой житель Простят Конечно Это однозначно Это была скидка Тем более Есть 6-6 Хорош Хорош Парти у нас Опять Все хорошо Ну Если бы она до 6 очков Шла То мы наверное Ничего Сыграли бы Мы еще Сыграем В суперлиге Мы еще Сыграем Конечно Я думаю Что У нашей команды Которая У нас Стали Становление Еще Очень Много Кино Вот сейчас Посмотрите Коршакевич Зинова Опять Недопонимание Зинова Немножечко Опоздала Пошла скидка Знаете Какое-то Конвульсивное Движение Рукой И мяч улетает Хотя Коршакевич Уже сидел В защите На подборе Была В данном Эпизоде Вы знаете Что Хочу Сказать Юля 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 Такой мяч Надо страховать Страховать Такой мяч Было видно Что Вряд Страховать Нужно был Этот мяч В принципе Отскок Был Достаточно Дальний Очень Дальний Отскок Был Знаете Мы вот С вами Как бы Ну Говорит О том Как команда Казани играет Как наша команда Играет Вы знаете Не забудьте Что все-таки У нас Была небольшая Пауза Когда команда Выходила На классе Высшей лиги Б Харом Марин Понимаете Это все-таки Большой период Когда команда Выпала Из-за бома 24 команд Все-таки У нас считаются Идущими лигами Это суперлиг Высшая лига А Там 24 команды Которые По статусу Считаются Профессиональными Командами Лучше Все-таки Высшая Б Она В большей степени Вы знаете Такая Считается Ну Где-то Ветеран Детская команда Встречается А все-таки Два года Команда Выпадала Мы только Вернулись И поэтому Вот тот уровень Который Сейчас Покажет Команда Вполне Достойный Нормальный Хороший Вы говорили О том Что Если команда Попадет В суперлигу Ну Я думаю Что она Попадет Надо будет Усиливаться Новыми Игроками А Вот так Вот 7-8 Здорово Надо будет Усиливаться Новыми Игроками А вообще Вы уже Присмотрели Присматриваете Да Вы знаете Я вот Буквально Сейчас Ездил На несколько Дней Ездил Смотрел Матчи Суперлиги Смотрел Матчи Высшей Лиги Б Езжу Много Детских Соревнований Вот сейчас После этого Турмата Красота К вам Все Сыграли Ровненько 8-8 Красиво Уверенно Да Мощно Мощно Вы знаете Естественно Есть список Игроков Которых И на перспективу Можно пригласить Сюда И Так скажем Ведутся Переговоры С опытными Игроками Которые Играют Сейчас В Суперлиги Которые Тоже Нас Могут Усилить Вот Поверьте Что Наше Самое главное Зачем Выполнить Усилиться Ну Найдем Как усилиться Поверьте Что Не для Красного Словца И не для того Чтобы себя Лишний раз Похвалить Но Вы знаете Хармари Ух ты Какая подача Ларсом Пролетела Мощная Вы знаете Хармари Это уже Третий круг С которым Я выходил С Тюмени Я надеюсь Что Выдусь Хармари По крайней Мере Поверьте Что Знаний Опыта Для того Как это Делать Более Чем Достаточно Вот Смотрите А вот Теперь Ну Что Что Это Так Взяли И два Мячочка Ну Знаете Бывает Бывает Вот Пожалуйста В своем За родном Своя Родная Сетка Предатель Нас Подвела А взяла И перебросила Мяч Всю Да Что Так А Как Вообще Какая Перспектива Увидеть Местных Воспитанниц Вы Знаете Для того Чтобы Выстроить Определенную Систему Нужели Не Дет Не Два Вот Например Сейчас Саша Шелковникова Перспективная Девочка Хорошая Высокая 98 Года Рождения То есть Как Увезли Все Там Для того Чтобы Выросли Вы Знаете Это Нужно Дать Это Нужно Минимум Четыре А то Может Больше Четыре Да нет Конечно Четыре Она не подрастет До уровня Это нужно Еще Во-первых Чтобы она Эти все Годы Прозанималась Чтобы она Играла Во второй Команде Для того Чтобы знать Очень много Чтобы звезды Стали так Как должны Стать А Аут Спасибо А Остальные Девочки Ну Понимаете Ну До уровня Шуперлиги Ну Вряд ли Пока Кто Готов Завязываться Могла Бы Как Либера В принципе Потенциально Могла Поиграть На Крак Координированной Быстро Но Наша Играет Сейчас Во второй Птанде На Позиции Связки Ну Связка С таком Ростом Будь Хорош Вы знаете Есть Определенная Протема Там С комплектованием Команды Слишком Мало Народу И К сожалению Хотя Вот У девочки Очень Хорошая Вы знаете Данная Очень Хорошая Она Быстрая Читает Игру Вот Пожалуй Что Ее Может Получиться Тем более У нее Очень Большое Желание Играть У нее Горят Глазки Она Хочет Этого То есть С этим Чем Можно Работать Что Она Хочет Вы знаете Я только сейчас Обратил Внимание Посмотрите У нас В проходах Народ Все В проходах Везде Везде Где свободное Место В свободных Мест Смотрите Если посмотреть На центральную Трибуну У нас там Люди Сидят На бокам Посмотрите Просто Больше И больше И больше Не знаю Ай Ай Ну Почему Ну Почему Ну Вер Посла Такой Сложный Мяч Ну Почему Бездарный Удар Ну Три Метра Ваут Ну Простите Меня Ну Это Как Надо Так Развернуть Руку Ударить Туда Ведь Люди Тренируются По Два Раз В От Средне Средне Статистического Спортсмена Все Больше Психологической Ух Хорош Забили Молодцы Отыгрались Все-таки Больше Концентрацию На конкретный Пизод То есть Он не выключается Из матча Он От звонка До звонка То есть До счета Пока не выиграна Партия Этому Надо учит Согласен Ну чисто на 7 Сопер Абсолютно верно И вот здесь Перетерпеть Добиться Заставить Вы знаете Заставить Терпеть Как говорят Да ну Бардаков Сейчас здорово Перетон Вот именно Что заставить Себя Заставить Не лениться А в каждом Конкретном Эпизоде Отрабатывать На миллион Процентов К сожалению Ну ничего Вы знаете 11-15 Да абсолютно Я с вами На 100% Согласен Что Молодец Юля Вы знаете Вот Все свои прелести Игры В нападении Она вот Нивелирует Вот помните Две ошибки Во второй фактире Да 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 Когда просто Стали Просто Просто Она решит Играть На чистых Мячах Типа Дайте мне А я забью А Не бывает Так Волейбол Это игра А переход Средней линии Сейчас Василий Казачков Не захотел Свист Почему-то Этот мячик Мне показалось Что все таки И ошибочка была Это Старцева Это Старцева Был бы на ее месте сейчас другая свистка, был бы свисток Имя, 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 абсолютно верно Добреет, и нам где-то тоже Тоже нужно набраться мужества свисток Да нет, судья всегда прав Это моя позиция, моя концепция, моя жизнь Не надо к судникам путаться, знаете, назвать их там В полосатых купальниках они или еще в чем Знаете, если мы сейчас с вами включим свое остроумие Много термин сможем найти, как там говорят Питер в черном, да, и прочее Ну, вы знаете, это обыграть можно все, что угодно Надо опять же быть объективным Давайте так, все-таки скорость волейболи И иногда, иногда действительно уследить Там вот, вот, смотрите, нет, не сошли Начинают просмотры, 10, 15, 18 раз смотрят И не могут установить истину Только нужно принять решение за долю секунды Я думаю, что ты видел повторю, сюда придет Но они сейчас есть, но опять же, видел повторы Они приходят по линии, как в теннисе Попадания нет А поймите, здесь вот, в данной ситуации Это чисто человеческий фактор Свистнуть, не свистнуть Здесь никто этот свисток не отменит Он считал, что он сначала паснул, а потом паснул Ну, это же тоже п***ь игры человеческие Да, да, а он должен быть Когда, вы знаете, вот, говорят о футболе Вот, давайте поставим арбитров-то за воротами Поставили, играет сборная Украины Мяч пересекает в воротах Его оттуда выносят И спрашивается А что делал судья-то, в этот момент, да? Ведь он стоял, ведь он все видит Почему он не показал, правильно? А это сейчас красиво Вот это взрослый грибол Вот это классный, догойчивый Вы знаете, вот за что любят, да, зрители Посмотрите, как сразу Оживитесь, как сразу все Закрибку Вы знаете, данный матч Он, вообще-то, войдет Я думаю, что Мы с вами еще будем гордиться Что мы комментируем этот матч А второе, вы знаете, наверное, если будет когда-то создаваться книга об истории бурятского спорта, я думаю, что вот это вот событие будет прописано золотыми буквами, что действующий чемпион России приехал в Бурятию основным составом присутствии двух с половиной тысяч зрителей. Мы здесь играли. Даже глубую побольше. Ну, Алексей, приблизительно, да, две с половиной. Давайте напишем пять, потом подумаем. Напишем пять, что было, что подставляли стулья и вообще лежали штабелями. Ну что, сейчас хорошее атаку выполнение. Надо еще посмотреть, сколько заткли. Ну, знаете, с учетом того, что приехали команды не серии, я не думаю, что завтра будет столько же народу. Но, блин, много, много. Ну, как-то, как-то. Как так? Вот вы знаете, вы знаете, прекрасные розыгрыши нашей команды, когда вкалачиваем мяч, разрываем блок, забегание, прием и прочее. И тоже чередуются с такими, простите, детскими ошибками. Вот если сейчас рассмотреть данную ситуацию, это детская ошибка. Вот о чем я вам говорил. Об отсутствии концентрации. Вот человек уже посчитал, что все, я его сейчас перебью. В итоге что получилось? Мяч оказался у нас. Ух ты, как ж. Сыграла волна. Тебе стенки на. А не зорик касанится. Касанец, касанец, есть, есть. Василий Качков, он все видит. А вы говорите, что я. Сыграл. А это все делает. Он слышал нашу критику. Вот сейчас вы заметили, что я еще его показал. Я показал. Было касание. Потому что, знаете, уже интуитивно. Сколько лет смотря волейбол, можно на сто процентов сказать, было или не было. И когда некоторые лукавят и говорят, да я не видел. Ребята, нет, вы не правы. Не забегем. А, ну вот хорошо. Аюхахахаха! Шестнадцать-восемнадцать. Подтягиваемся, подтягиваемся. А что загадывать? Мы смотрим в футбол. Мы получаем наслаждение от этой игры. Мы получаем наслаждение от того, как играет команда. Да мы видим, что наша команда борется и не глядит девочками для битья. Даже на фронт чемпиона страны идет прекрасный матч, куча зрителей. Что еще надо? Ничто. Вот скажите, я не знаю, на концерт Андрея Михайловича, что мы на работе? А у нас цент подешевле, чем там были. А кстати, вы так и не сказали о своей работе как раз с главным тренером волейбольного клуба «Хромарин» Дмитриев. Я, собственно говоря, был инициатором приглашения его в Пемень, когда ушел в Григорьево-Хагоровск. Я Диму встретился, он был в игрушке в Казани, пригласил его с Ковалевским, с Сашей, с Сашей во втором тренировке. Играй, 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 Саша, играй! Молодца! Смело, смело! И стали, 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 стали. Тебя, Настя, у тебя! Хоро, Оля! Играй! Ай-яй-яй-яй-яй! Ну, Боролич! Боролич, Боролич! Я пригласил Дмитрия на следующий год. Он выполнил задачу, которая стала перед командой Малышкой и Убеденную Лигу. На следующий год он был помощником у Сергея Борисовича Исадичева в Кемеле, очень опытный специалист в Царственной Десной Молке. К сожалению, он ушел. Ну, опять же, это в Аксин, в Аксин, в Аксин. Вот. И потом он ушел работать в Красноярске. Он до конца сезона не туда работал. Как-то, конечно, жили какие-то, ну, дотрубации в клубе. Он до конца сезона, как и команда, вышла в Суперлигу. Но последний матч он уже в клубе не работал. И здесь мы с ним, в принципе, когда мне поступило предложение из Хара-Марины, когда меня поздно сюда работать, опять же, скажу так с ним, я после четырех лет напряженных работ в Тюмени, который без опыта, хотел просто отдохнуть. Мне не хотелось не видеть волейбола, ничего. И когда поступило предложение из Бурятии, скажу честно, что вот Александр Владимирович Хачин, который здесь присутствует сейчас, инспектор, это он просто вызвал меня в Москву. И сказал, Олег, надо, надо. И вот, собственно говоря, мы потом стали подбирать главного тренера в команду. Несколько командатур было, остановились на командатуре Димы с игроками. Вы знаете, очень такие непростые были переговоры, скажу честно. Пока-пока, надо, как хотим, как главный, является таким раскрученным в мире волейбола, чтобы игроки стояли в воде. Все-таки, чтобы их сюда пригласить, нужно определенное, знаете, терпение и ведение в переговоры. Ну, чем еще будет вместо команды, чем будет... А вы знаете, да, вот то, что сейчас, вы знаете, да, мы не ищем определенные расходы по поведению пуска, но вы знаете, они несоизмеримы с тем... Ой, 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 как поднял ломящий... Сейчас Суланова... А если бы они его перебросили на нашу сторону, вы посмотрите... Вот зал, зал сейчас правильно аплодирует, великолепно. Понимают, понимают зрители, молодцы. Оценили высоту данного момента. И мы с***ли здорово. Соперные. Девочки, девочки, ну потерпите, девочки. О, хорошо. Г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г. Ну, вы знаете, конечно... А посмотрите, сколько сегодня испанинаний. Это что, сколько газет? Это выходит в Бухгахе. Смотрите, сколько людей с фотоаппаратами, которые фотографируют и прочее. На каких изданиях, ребят? Сколько их, посмотрите. Да, она сама на себя, кстати. Да, там замка, я вижу щука, вот рядышком. Это Соколова, это Соколова, я не знаю. Тенге. Хорош! Да, вот хорошо. Так, что у нас там? Заступ, переход средней линии, очко отдали команде. Заступ у Бессонной был в данной ситуации. Так, ты счет должен был бы стать 21-19. Не все согласны в зале? Ну, не, вы знаете... Я имею в виду среди зрителей. Ребята, которые судят, это суды Суперлиги. Нет, здесь вопросов. Я еще раз говорю, что это очень высокой квалификации. Сережа Артамонов, он кандидат международный. И Вася Казачков, он уже не первый год, он лет 5, наверное, судит Суперлигу. Это же перспективные молодые судьи, которые растут, которые прибавляют. Которые молодцы. Вася Казачков, безусловно, но если бы счет, знаете... А ведь вспомните, тот мяч, который она не играла, был счет-то в нашу пользу. Плюс один, на 2-3 очка вперед, еще неизвестно, как бы делал, правильно? Поэтому ценность заключается не в том, что ты забил там 40 очков за игру, а ценность-то, какой-то коэффициент полезного действия оказался, как целял в защите, на блоке и так далее. Хотя, вы знаете, что... Да не будем мы сегодня... Вообще, считаю, что команда... И вот я уверен, что по кончению матча, я считаю, что зрители должны будут просто овациям проводить. И нас, и Казань, вот всех должны просто стоя поаплодировать команде за проведенный сегодняшний матч. Действительно, достойный, качественный, классный спортивный вечер, который игроки команд «Хара Марин» и «Динамо Казань» дарят 2,5 тысячи, чем жители Республики Бурятия. 20! Ребята, 20! А мы подошли рубежочек! 20-то! Прошли 20! Нормально! С чемпионом страны 20 очков. Ребята, нормально! Молодцы! Молодцы! Ну, сейчас еще... Я думаю, благодаря транслятору, зрителей-то будет побольше. Эй, сег... Еще поддать... Нет. Ну, нет. Я думаю, сейчас закончится. Все, дамовый! Нет! Стеша защиту подняла! Умничка, Настя! Непонятно, не разобрались сейчас, что будем делать. Ну, закройте! Молодец, Юля! Молодец! Верни, верни туда, верни! Обьемся! Обьемся, ведь не сдаемся, а! Поли! Ну, что, друзья, 0-3! Мы проиграли, но мы не сломлены! Мы показали достойный, качественный волейбол! Посмотрите, зрители! Посмотрите на трибуны! Зрители, а молодцы! Я считаю, что девочкам нашим нужно сейчас крикнуть «Хэй!» и обязательно поблагодарить за такую огромную поддержку, которую дали зрители! Ну, что? Хорошая игра, достойная! Достойная! Абсолютно! Самые хорошие, добрые, оптимистические слова, которые хочется сказать о игре нашей команды! Мы проиграли, но мы не сломлены! Посмотрите, зал! 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 Зал у вас, что устраивает нам, да! И, конечно же, спасибо Казани! Спасибо за то, что команда приехала в оптимальном составе! Посмотрите, они тоже благодаря зрителям за поддержку! Я думаю, что в такой атмосфере очень приятно играть всем! Две с половиной, полный зал, болеют, поддерживают! И Казань тоже, наверное, в таких особо-то не играет, правильно? Ну, что, наверное, будем подводить какие-то итоги! Ну, что, мы увидели хорошую игру! Надеюсь, что качество нашей картинки, качество репортажа тоже понравилось телезрителям! Надеюсь, что волейбол станет частым гостем на канале Орегус! Ну, и от лица команды Хармарин хочу сказать большое спасибо! Я думаю, что у нас все будет хорошо! Ну, естественно, надо сказать спасибо огромное болельщикам, которые пришли и поддержали свою любимую команду! До новых встреч! До новых встреч! Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok